Дай почитать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Текст дневника опубликуется без сокращений и с полным текстом вклеенных в дневник газетных вырезок, писем различных людей к Тихомирову, квитанции, телеграмм и записей телефонных разговоров. Судьба Тихомирова была сложной и противоречивой, как, впрочем, и судьба России того периода от эпохи Великих реформ до становления большевистского режима. Более того, Тихомиров – герой настоящих исторических романов. Например, «Глухая пора» Листопада Давыдова, «Забытый император» Михайлова, «Великаны» Сумрака Полякова и многих других. А герои его дневника – Николай II, Победоносцев, Витас, Толыпин, деятели русского революционного движения, представители российской консервативной мысли, религиозные философы, церковные иерархи. Со многими из них он встречался или хорошо был знаком. В январские дни 1905 года Тихомиров, проживавший тогда в Москве, критически настроен не только против революционеров, но и против так называемых охранителей-консерваторов. Это либо глупцы, либо мошенники, которые знают только бюрократию и презирают простой народ. Узнав 5 января, что Николай II молится, Тихомиров задается вопросом, почему же в таком случае Бог не посылает императору помощи и приходит к выводу, что государь ведет Россию не по тому пути, по которому нужно. Россия колеблется между крайностями реакции революции, а нужны системные реформы и эволюционные преобразования. Тихомиров, автор фундаментального труда «Монархическая государственность», постоянно, все чаще в дневнике высказывается о несчастном царе Николае II, ведущем себя и страну к неизбежной гибели. Еще одна важная тема его дневника – революционный терроризм. Он относится к ней крайне негативно. И вообще революция – это 10 лет резни и насилия, но единственно возможный путь для страны. Тихомиров – кабинетный теоретик, интеллектуал, интеллигент, постоянно занимавшийся самообразованием, способный на поступок, стремившийся изменить к лучшему окружающую жизнь. Увидел в Столыпине особое предназначение и поверил, что с его помощью можно изменить все в России. Но, разумеется, ошибся. О горечи, прозрениях, истории, судьбе нашей страны – дневник Тихомирова 1905-1907 годов. До новых встреч!